На казахстанских чиновников из пяти областей завели уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на покупку компьютеров и планшетов для школьников из малообеспеченных семей. По словам следователя по особо важным делам агентства по противодействию коррупции Данияра Бегайдарова, с начала года антикоррупционная служба зарегистрировала порядка 650 дел. Задержаны 60 должностных лиц, под стражу попали 58 человек. Бегайдаров рассказал, что в пяти регионах страны расследуется шесть уголовных дел в отношении должностных лиц управления образования по фактам хищения бюджетных средств, выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков за счет резерва правительства. Средства были выделены как неотложные нужды в связи с переходом образовательного процесса в онлайн-формат для обеспечения компьютерной техникой учеников школ, в том числе детей из малообеспеченных семей, пояснил следователь. Досудебное расследование по этим делам продолжается. По словам спикера, будут назначены соответствующие экспертизы, которые установят суммы причиненного ущерба. Накануне также сообщалось, что должностные лица управления образования Карагандинской области и подрядные предприятия заподозрены в том, что в период дистанционного обучения в школах закупили для учащихся некачественные ноутбуки вместо надежных. Сообщается, что уголовное дело ведется по статье «Хищение». Руководитель управления образования Карагандинской области, директор КАЗ Интерсервис Астана, а также директор Логиком купили в ноябре-декабре 2020 года 2500 единиц компьютерной техники и 19000 ноутбуков для школ. Эти компьютеры и ноутбуки не соответствовали технической спецификации. В пресс-службе Департамента по противодействию коррупции Карагандинской области воздержались от комментариев, а в управлении образования высказались по этому поводу. Вся компьютерная техника соответствует технической спецификации по заключенным договорам. Для обеспечения прозрачности закупки и приемки компьютерной техники приказом управления образования номер 245 была создана рабочая группа из 13 человек, в которую вошли в том числе специалисты по компьютерной технике, рассказали в пресс-службе управления. Там сообщили, что проведена независимая экспертиза, в результате которой определили соответствие компьютерной техники всем требованиям технической спецификации. Вопрос возник только по наличию программы управления устройством и управления приложениями. Данный пакет программ устанавливается и удаляется с компьютера через панель управления в пункте «Установка и удаление программ». Эта процедура может производиться любым пользователем. В технической спецификации не предусмотрена блокировка удаления программ. Данный пакет программ направлен всем школам для осуществления переустановки при необходимости. В настоящее время управление образования подготовило возражение на аудиторское заключение, а также на экспертное заключение соответствия закупленной компьютерной техники технической спецификации, сообщили в Управлении образования.